Дорогие друзья, посмотрите, в каком необычном месте сегодня мы с вами оказались. На подоконнике стоят те самые светильники, которые мудрые и неразумные девы, взяв в руки, вышли навстречу жениху. Дева – человеческая душа, созданная единственно для Господа. А светильник – есть не что иное, как устремленность нашего ума и сердца, нашего бессмертного духа к вечному солнцу правды Христу. Жизненная задача каждого христианина – выбрать себе светильник с тем, чтобы он во время нашего недолгого земного путешествия наполнился елеем энергии Святого Духа, благодатью воскресшего Христа. И сообщил нашему человеческому духу сияние, в свете которого лишь можно будет увидеть Спасителей. Он признает нас своими и пригласит нас в свой брачный чертог. Многие дары Духа Святого – посмотрите, красивые светильники сапфирового цвета. Может быть, их нужно выбрать тем, кто сохраняет душевную и телесную чистоту, старается жить неоскверненным от мира худыми помыслами и делами. А вот зеленый светильник, изумрудный цвет – это образ бодрости, вечной молодости, радостной энергии. Помните, на Святую Троицу храм убран ветвями березок и травой зеленого цвета? Это удел тех, кто с молитвой к Богу, с любовью к людям, в радости за каждый прожитый день свершает свое шествие. А вот светильник любви, цвет аквамарина, аметиста, глубокий, насыщающий, он воистину предназначен для умеющих дарить себя, служить людям. Прозрачные светильники, может быть, они говорят о том, что мы призваны смирением, совершенно уподобятся Христу ради того, чтобы в нас излилась благодать Святого Духа. Задача – наполнить эту емкость елеем, душистым маслом. Но наполнить ее может только щедрый Господь. От нас желание, от нас устремление, от нас тайная, внимательная, сердечная и сокрушенная молитва. Такуда мы еще на пути и идем все вместе, будем делиться дарами Святого Духа, в ту меру, в какую они нас осеняют, в сообщающихся сосудах уровень жидкости одинаковый. Ибо когда мы предстанем пред воскресшим Христом в час Его пришествия, делиться уже будет некогда и не с кем, но каждый даст отчет за свои дела. Итак, дорогие друзья, свершая наше земное шествие, будем всегда вспоминать запад Христа, «Святинки ваши, да будут горящими, а чресла припоясаны». То есть нужно немало трудиться, посвятить Господу нашу жизнь в покаянии, в исполнении заповедей о любви, а главное – внимательной, сокрушенной, сокровенной молитве. Так, чтобы Дух Святый осенял нас, очищал нас, окрылял нас и приуготовил нас к встрече с нашим Господом. Аминь.